Как выяснилось, лидер христианского государства, организовавший поджоги за фильм «Матильда», Александр Калинин, был осужден в 2002 году Норильским городским судом. Ему дали 8 лет лишения свободы за убийство с отягчающими обстоятельствами и разбой. Ну скажите, разве кто-то удивлен, что Александр Калинин, так называемый лидер так называемого христианского государства, оказался обычным бандюком, судимым за убийство, разбой и подделку документов? Думаю, никто не удивлен, ибо нормальному человеку не придет в голову устраивать поджоги из-за того, что там идет фильм, который не нравится. Я не буду тут писать о России, которая возродила собственные виды террора, православного и российско-исламистского. Этим пусть господин Путин занимается. Разговор о том, что атмосфера России густо унабожена приглашением к насилию. Вот этот Калинин, он что раньше делал после того, как перестал быть зэком? Он молчал, ибо место его было чуть дальше Параши. Безусловно, он там где-то отмечался и вел себя тихонько, понимая, что только рыпнется, и сразу снова на нары. Но тут скрепа позвала в дорогу. Скрепа – это такая штука, которая объясняет ничтожеству, что он теперь крутой пацан. Сама собой ничего не обозначающая, она обещает крышу за любое действие, ибо критерии ее размыты. Гибель за Россию – это скрепа, согласитесь. Но в Конституции скрепы нет. Это вещь по понятиям, а значит, любой может прикрутить ее к себе. Вот Калинин и прикрутил. При этом не важно, что он сделал специально, продумав, либо неосознанно, просто это жучило, вдруг понял, что есть нечто, что из уголовника делает всякого борца за идею. И именно вот эту скрепу, никем не описанную, никем не утвержденную и не признанную, теперь будут натягивать на себя и другие уголовники, прямые и косвенные. Любой уголовник, ранее поджигавший машины за бабки, теперь поджигает их за идею. И поди осуди сейчас этого Калинина, если до скрепы он был простым чмо, по которому тосковала тюрьма, и совершал действия, подпадающие под уголовный кодекс, то теперь его действия подпадают под защиту Европейского суда по правам человека. Он поджигает за святую идею, потому что оскорблены его чувства, они у него есть, и он сильно страдает. Что с этим делать? Ничего с этим не делать. Для того, чтобы Калинин из духоборца и правозащитника снова превратился в уголовника, государство должно признать, что скрепа равна уголовке, что не может быть серой идеологии. Что правила общественной жизни описаны исключительно в Конституции и больше нигде. И главное, что в стране нет руководящей идеологии. Но давайте признаем, у нас эта идеология появилась. Она не имеет названия, но. Матильду объявляют кому-то нежелательной, а культурой руководит Поклонская. Большой театр откладывает балет про Нуриева. Министерство культуры требует ознакомиться с новым пародийным фильмом «Смерть Сталина». Где и Сталина-то нет, но Мединский уже видит, как толпы каких-то новых православных коммунистов штурмуют кинотеатры. Трагедия этой новой идеологии в том, что нет в ней критериев, нет правил. Просто группа сумасшедших или уголовников заявляет, что этого не будет, потому что мы так сказали, и начинают погробы. В мире это поведение называется терроризмом, а у нас скрепой. Против терроризма восстал весь мир, а у нас это актуальная идеология атак на неугодных. Таким государством является Иран. И не зря уголовник Калинин заявил, что для него будущее России это Иран, только православный. Матвей Гонопольский